Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта. Я вот сегодня, когда вынесла томаты в придомовую теплицу, я очень подробно много рассказала о них. При какой температуре выношу, как поливаю все. Но как же дела обстоят у нас с перцем? Потому что многих интересует, при каких температурах перец лучше всего выращивать, как его можно начинать закаливать, выносить его как перец, потому что у нас совсем отдельная история. И может быть помните вы, что про перец я говорила, что в отличие от томатов, которые после всходов я устанавливаю на холодное окно, чтобы они не вытягивались, про перец я говорила, что я никогда его не испытываю холодом, никогда специально не понижаю ему температуру, потому что у нас очень теплолюбивый и у него совсем другие температурные режимы. Вот и что касается выноса в придомовую теплицу и вообще закаливания, я сейчас расскажу, как делаю я. Когда я вышла и сказала, что 13 градусов внизу у меня, а там 18 было вверху, что я начинаю уже вытаскивать помидоры, ставлю их и что я не боюсь 13 градусов, то при 13 градусах перец я никогда в жизни не буду выставлять в придомовую теплицу. Как бы солнышко не светило, для него очень важна именно температура воздуха в теплице. Про перец можно сказать, что идеальная температура у него 25 градусов, при 20 градусах уже стоит подумать, может он конечно, но стоит подумать, выносить его или нет. 18 градусов вообще нежелательно, а ниже 15 градусов перец вообще расти не будет. Если вы будете его выносить и держать при температуре 15 градусов, вы увидите, что он у вас стоит в одной паре. Это чревато тем, что он может застудить ножки, то есть корневые, вот эти различные, остудит корень и корневая система перестанет развиваться, перестанет наращивать листики. Вот я покажу свой перец, который я пикировала, ну примерно неделю, наверное, назад, дней 8. Он у меня первый раз сегодня увидел божий свет, то есть никогда на солнце я его до этого не выносила, потому что температура в теплице была еще низкая. Сегодня температура позволяет, я вот в конце видео сейчас покажу, градусник посмотрю, просто он далеко отсюда идти долго. Смотрите, до того, как 20 градусов не нагреется, я не выставляю, вот сегодня вынесла, еще раз повторю, первый раз, потому что тут температура такая, что я пока работала с землей, уже вспотела, у меня по лицу бежит пот выше 25 градусов, и мне жарко, мне хочется снять, короче, снять свитер, который с рукавами, хочется остаться в одной футболке. Очень жарко, очень тепло, и я поняла, что раз мне жарко, значит перцу здесь будет нормально. Ориентируйтесь, 23-25 градусов, для перца идеальная температура. Если посмотреть, вот я сегодня его осматривала, вот смотрите, семидольные листики у меня остались после пикировки, абсолютно целые, они не пожелтели, они в таком же виде, как и были до пикировки, это верный знак, что пикировку они пережили отлично, без ущерба какого-то для своего здоровья. Вот у них на такой стадии семидольные листики, это индикатор их здоровья, их состояния. Но все-таки, если вы увидите, что после пикировки у вас семидольные листики немного пожелтели, это ничего страшного. Перец, в знак протеста за то, что вы его выпотрошили, с одного грунта посадили в другой, он может даже скинуть эти семидольные листики, они могут пожелтеть. Еще один знак, что хорошо прошла пикировка, это, конечно, вот эти маленькие белые корешки, которые уже просматриваются в стаканчиках. Все, ясно, что в первый период после пикировки, в период адаптации, как я уже говорила, 6, 7, 8, у некоторых и 10 дней, нельзя его никуда выносить на прямые солнечные лучи, нельзя его ни поливать, ни подкармливать. И вот я расскажу про теплицу. Если я томаты смело выбрасываю при низкой температуре, при солнечных лучах ярких, то перец у меня, к нему особое отношение, и я его выставила на очень короткий период, и его нельзя под жаркие прямые солнечные лучи, я его поставила на тот стеллаж, где меньше солнца, он намного чувствительнее вот к этим солнечным лучам, у него очень часто могут быть ожоги солнечные, вот белые пятна появятся, вот здесь прям побелеет, как будто обваренный будет листик, поэтому за перцем я слежу особо тщательно. Все, что я говорю сейчас о перце, все то же самое относится и к нашим баклажанкам. Баклажанки тоже у меня первый раз вышли на солнышко, я их рано не сеяла, поэтому они тоже неделя всего после пикировки. Я пикировала с двумя настоящими листиками, сейчас вот лезет третий у кого-то, перец тоже, вот смотрите, были вот эти два настоящих листика, а вот эти вот, которые молодые два, ярко-ярко такого, ну как салатового такого цвета, это уже наросли они после пикировки. Если перец начал наращивать, вот они, они прям, вот эта сама нежность, которая вот эта вот, видите, вот прям такие свежие молодые листики, это уже листья после пикировки. Если они начали наращивать листья после пикировки, значит они уже адаптировались, освоили новый объем грунта, и значит их можно выносить в придомовую теплицу, на застекленный балкон, на лоджию, просто в теплицу, или куда-то в то место, где вы хотите маленько их подбодрить, солнечные ванны, чтобы они приняли, позакаливать, но не забывайте о температуре. 25, 23, ну 20, в крайнем случае, ниже 18 советую не понижать, при 15 градусах ваш перец перестанет расти вообще. Все, до свидания. Вот как раз термометр хочу вам показать. 28 градусов, идеальная температура для моих перцев, недаром мне жарко стало, потому что здесь уже температура поднимается очень быстро.